Всем привет! И, само собой, с Новым Годом всех, у кого он уже наступил. А тех, у кого еще нет, с наступающим. В эту праздничную ночь редакция Playground.ru вновь подводит итоги нашего традиционного голосования за лучшие игры уходящего года. 2016-й, как и 2015-й, снова подарил нам целую кучу сиквелов, но при этом, к сожалению, отметился некоторыми жуткими разочарованиями. Тут вам и невыполненные обещания, и боль ПК-игроков, страдающих от недостатка или от полного отсутствия оптимизации. В общем, было всякое. Но среди этого всякого было немало неплохих и даже шикарных вещей. И сейчас мы на них взглянем. Как обычно, в каждой номинации мы представляем вам два мнения. Выбор пользователей и выбор редакции. Иногда они совпадают, а иногда нет. Ну, не будем тянуть резину, приступаем к разбору итогов голосования. Лучшим экшеном от первого лица и пользователи и редакция нашего сайта признали новый Doom. Выбор был прост. Серьезно. В этом году не было ни одного такого же масштабного, жирного, олдскульного шутера. Бензопила в руках, мясной саундтрек из смеси опущенных ниже колена гитар и советского синтезатора Поливокс. Море отвратительных демонов и милое сердцу кровавая баня. Что же может быть лучше? И никакого хоррора. Вы просто охренительно крутой мужик, который рубит этих самых демонов чуть ли не голыми руками. Красота. Именно поэтому Doom это лучший экшен от первого лица в 2016 году. Тут без вариантов. Только представьте себе. Лучшим экшеном от третьего лица пользователи нашего сайта признали последнюю Uncharted. И это после всех этих смешных картиночек с Дрейком. Ну, да ладно. Игра ведь на самом деле шикарная. Uncharted 4 это лучшее завершение легендарной игровой серии. История Дрейка завершилась, как говорят, навсегда. Ну что ж, вместе мы провели отличные годы. А вот редакция лучшим экшеном от третьего лица назвала совершенно другую игру. Gears of War 4. Да-да, несмотря на то, что 11 баллов она не получила. Все дело в том, что Uncharted хороша совершенно другими вещами. В ней есть превосходные перестрелки, но в плане экшена Gears of War 4 превосходит ее во всем. Укрываться и перекатываться в 2016 году все еще можно. Главное делать эти фишки с умом. Gears of War 4 демонстрирует это во всей красе. Настало время назвать лучшую ролевую игру. И выбор пользователей здесь однозначный. По итогам голосования главной RPG этого года стала Divinity Original Sin 2. Да, игра все еще находится в раннем доступе. Однако уже сейчас она может подарить вам просто замечательный геймплей. Да и проходить новую Divinity можно в компании приятелей. Работая вместе или наоборот, строя друг другу всякие козни. А это, согласитесь, очень важно. Ну а редакция выбрала в качестве лучшей ролевой игры Тирани. Да, Divinity хороша, но мы увидели ее не всю. А вот Тирани это самая настоящая классика в современной обертке. Если вы хотите почувствовать себя действительно злым, Тирани это ваш выбор. Лучший экшен RPG 2016 года и пользователи, и редакция единогласно признали Dark Souls 3. Еще один сиквел и еще одно завершение игровой серии. Ну, по крайней мере, разработчики заявляли именно это. Dark Souls 3 вновь подарила нам знакомые ощущения страданий. Но серия знаменита не только этим. Здесь есть знакомый сюрреалистичный визуальный стиль и весьма непростой бэкграунд, понять который до конца можно лишь в том случае, если вы будете очень внимательным. Поэтому Dark Souls 3 наш общий выбор. Стратегий в этом году было на удивление немало. Ну, то есть, как немало? Больше, чем ничего. К тому же осенью состоялся релиз новой цивилизации, и наши пользователи отдали звание лучшей стратегии именно ей. И ей за что. Создатели игры очень умело внесли в нее новые элементы, сохранив при этом тот самый, ни с чем не сравнимый дух цивилизации. Эксперименты часто оборачиваются провалами, но только не в этот раз. Мы в редакции тоже любим эксперименты. Да и вообще все новое, поэтому пошли еще дальше. Цивилизация на самом деле почти победила, но большинство голосов достались игре под названием This is the Police. В ней смешалось все. И стратегия, и менеджер, и симулятор, и все это еще и с сюжетом. Отыграть роль продажного полицейского бесценно. Эта игра стала настоящим открытием 2016 года, и за это мы ее очень любим. А вот и лучшая адвенчура. И в этой номинации мнения пользователей и редакции снова оказались одинаковыми. Да-да, это Firewatch. Красивая и простая жизненная история, рассказывающая о самых обычных людях. Именно таких вещей играм и не хватает. Нельзя сказать, что огромное число людей ждали эту игру с большим нетерпением, но она сумела по-настоящему порадовать свою аудиторию. Красивые виды, приятная музыка и живые персонажи. Вот и весь секрет успеха. Здесь даже и думать нечего. Выбор однозначен. А вот в голосовании за лучшие хоррор голоса разделились. Пользователи назвали главной игрой в этом жанре Dead by Daylight. Это действительно весьма любопытный и довольно жуткий выживач. Да не простой, а мультиплеерный. Пугаться в компании других людей обычно сложно, но в этой игре хоррор действительно работает. Ну, по крайней мере в том случае, если вы не играете на стороне убийцы, которому нужно найти и грохнуть своих несчастных жертв. А жертвой быть не круто, это факт. А вот редакция назвала лучшим хоррором совершенно другую игру. Это мрачная и довольно страшная история о поехавшем художнике, пытающейся нарисовать лучшую картину в своей жизни. Само собой, если с головой у него не все в порядке, то и картины получаются соответствующими. Жуткий особняк, постоянный стресс и мрачные картинки. Вот что ждет вас в этой игре. И это по-настоящему круто. Фарминг Симулятор 17 Стал лучшим симулятором 2016 года по версии пользователей нашего сайта. И признаться, немного удивились. Но вообще игра вполне неплохая. Если уж вы начнете ей увлекаться, то затянуть она вас может на очень долгое время. В конце концов, здесь можно разводить кабанчиков, не страдая от запаха, который эти самые кабанчики издают в реальной жизни. На тракторе можно покататься, или на комбайне, совершенно без вреда для здоровья. Но редакция лучшим симулятором назвала Мотор Спорт Менеджер. Замечательный и до мелочей проработанный симулятор Формулы 1. Нет, в этой игре вам не придется ездить за рулем. Вы будете заниматься совершенно другими вещами, управляя своей собственной командой. Проводите гонки, распределяете бюджет, заботитесь о своих пилотах и надеетесь, что кто-нибудь из них не решит в свободное от работы время покататься на лыжах. Игра неожиданно получилась шикарной, поэтому наши голоса за нее. Лучшей гоночной игрой большинством наших пользователей была признана Forza Horizon 3. И не просто так. Огромная живописная карта, куча укромных уголков и секретных мест, здоровенный автопарк. Что еще нужно настоящему поклоннику автомобилей? Бери и докатайся! Хочешь один, хочешь с друзьями, красота! Forza Horizon в очередной раз не подвела. Эта игра может увлечь вас очень на долгое время. Может даже до выхода следующей части. Чем черт не шутит? Редакции тоже очень понравилась новая Forza Horizon, но лучшей гоночной игрой она назвала Trackmania Turbo. Тоже серия, тоже очень популярная, хоть и немного о другом. Trackmania Turbo, на наш взгляд, это игра на все времена. Стремительная, яркая, она совершенно точно может развлекать вас очень и очень долго, даже дольше, чем Forza Horizon 3. Главное, берегите нервы, потому что эта игра может сделать так, что вы останетесь без геймпадов и мышей с клавиатурами. Нежнее с ней и все будет отлично. Лучшая спортивная игра. Это, пожалуй, одна из самых классических номинаций. В том плане, что в ней очень часто побеждает FIFA. Так случилось и в этом году. И пользователи, и редакция отдали это звание FIFA 17. И не зря. Конечно, нельзя сказать, что эта серия как-то сильно меняется из года в год, но последняя версия действительно неслабо обновилась. Тут вам и новый движок со всеми своими прелестями и полноценный сюжетный режим. Ну, а такого в серии еще не было. Следить за карьерой юного футболиста было действительно интересно, равно как и устраивать зарубы с друзьями на диване перед телевизором. Поэтому FIFA 17 справедливый победитель. Файтинги в этом году были и не один, и даже не два, но всем им пришлось стягаться с мощным конкурентом в лице Street Fighter V. Именно эта игра и заполучила звание лучшей как от пользователей, так и от редакции нашего сайта. Да, в своей рецензии мы по ней немного прошлись, но дело было не в том, что игра плохая. Весь вопрос был в контенте, доступном на старте. А вот как файтинг Street Fighter V замечательная. Игра красива и динамична. Как раз то, что нужно в компании друзей. Ну, правда, не играть же вечно в один и тот же Mortal Kombat. Другие файтинги тоже были неплохими, но Street Fighter всех их обогнала. Ну, что ж, бывает. Настало время весьма важной номинации. Итак, игрой с лучшим мультиплеером пользователи нашего сайта признали Battlefield 1. И их легко понять. Каждый раз игры из этой серии без проблем получают это звание в наших голосованиях. И не зря. Хотите масштабных боевых действий с участием пехоты и техники? Вам в Battlefield. Тем более, что последняя часть разворачивается в невероятных декорациях Первой мировой войны, о которой многие, наверное, совсем забыли. Никто и подумать не мог, что однажды Battlefield пожалует в этот сеттинг, но это произошло, и результат вышел по-настоящему шикарным. Мы в редакции очень любим последнюю часть Battlefield, но больше голосов было отдано за мультиплеер Titanfall 2. Почему так? Все просто, дело в динамике. Первая Titanfall откровенно не хватало звезд с неба, но продолжение исправило все ошибки оригинала. Пока Call of Duty из года в год бросается в крайности, прикручивая к своему мультиплееру то одни, то другие фишки, Titanfall просто взяла и показала, как нужно делать настоящий быстрый сетевой экшен. Это шикарный боевик, который вряд ли оставит вас равнодушным. И на экране снова Uncharted 4. Именно ее сюжет пользователи признали лучшим в этом году. И с ними можно согласиться, история Дрейка завершилась именно так, как это и должно было случиться. Уйти красиво это надо уметь. Uncharted 4 заставит вас по-настоящему полюбить уже знакомых персонажей, пережив с ними потрясающие приключения. Романтика. Поэтому пользователи, которые отдали свои голоса за последнюю Uncharted, можно только поддержать. Ну, или не можно. Редакция вот не поддержала. Большая часть наших голосов ушла в копилку Firewatch. Почему так? Как мы уже сказали, в историю этой игры можно верить. Ее герои живые, настоящие люди, а события, которые с ними происходят, могут случиться с каждым. Да, здесь нет романтики Uncharted, зато есть жизнь. Именно поэтому мы отдаем свои голоса за Firewatch, которая в этом плане на диво хороша. Самую красивую игру выбрать сложно. Ну, по крайней мере, так нам кажется. Но у наших пользователей проблем с выбором обычно нет. В этом году самой красивой официально признана Battlefield 1. Что ж, выглядит она действительно потрясающе. Да и вообще, игры серии Battlefield всегда радуют нас красивыми видами. Только представьте себе, сеттинг первой мировой, да еще и с графоном. Здесь, правда, есть на что посмотреть. Ну а редакция отдала звание самой красивой другой игре Dark Souls 3. Да, она не покоряет технические вершины, зато может порадовать вас фирменным оригинальным дизайном. Мрачные локации, жуткие, необычные противники. Все это складывается в потрясающую картинку, которая приносит настоящее эстетическое наслаждение. Увидев мир Dark Souls 3 один раз, забыть будет очень сложно. Лучший звук. И снова пользователи и редакция сошлись во мнениях. Да, это Battlefield 1. Если вы хотите услышать Первую мировую, вам сюда. DICE всегда славилась замечательным звуком. Только представьте, какую работу пришлось проделать специалистам студии, воссоздавая атмосферу войны, закончившейся почти сто лет назад. Это вам не бластеры из киношных архивов выкапывать. Battlefield 1 звучит так же роскошно, как и выглядит, и этого у нее не отнять. Справедливая победа в номинации и это факт. Вкусы у всех разные, но в номинации лучшая музыка вкусы множества пользователей сошлись. По итогам голосования победителем стал Doom. Ну что ж, композитор последней части действительно здорово потрудился над саундтреком. Ему удалось представить классические мелодии из старых игр серии в совершенно новом, невероятно брутальном исполнении. Саундтрек Doom это самая настоящая жесть в хорошем смысле этого слова. Просто песня насилия для такой игры в самый раз. Ну а редакция внезапно отдала предпочтение музыке из Firewatch. Спокойный, можно даже сказать умиротворяющий саундтрек, выполненный в одном стиле со всей игрой. Советуем вам найти его, закинуть в плейлист и отправиться на прогулку в лес. Ощущения будут непередаваемые. 2016 год был богат на разочарование. Но главным для наших пользователей стала Mafia 3. А ведь она была в числе самых ожидаемых игр. И тут такое. Не понравилось в ней, наверное, все. Мало того, что игра имела очевидные проблемы сама по себе, так все это было еще приправлено просто офигенными багами, которые особенно радовали тех, кто купил ПК-версию. Кажется, это уже традиция. Mafia 3 разбила сердца игроков, так что их разочарование вполне можно понять. А вот редакцию Mafia 3 не разочаровала. В том смысле, что мы ничего такого от этой игры и не ждали. Понять, что с ней что-то не так можно было со старта. Разочаровала нас совершенно другая игра и называется она No Man's Sky. Таких эпичных провалов мы не видели уже давно. И ведь надеялись, надеялись, что обещания создателей игры будут хотя бы немного похожи на финальный результат. ошибались. Да, сейчас разработчики пытаются как-то исправить ситуацию, но судя по всему уже слишком поздно. Самая ненавистная игра. Здесь голосуют за то, что не просто разочаровывают, но по-настоящему бесит. И такой игрой по мнению наших пользователей как раз и стала No Man's Sky. И с ними опять же сложно не согласиться. Никто не любит, когда ему вешают лапшу на уши. А ведь именно этим и занимались разработчики No Man's Sky. Нагло врали прямо в лицо. Судя по всему, совершенно не задумываясь о последствиях. А последствия совсем не крутые. Позор и ненависть игроков. Реабилитироваться после такого будет, наверное, невозможно. No Man's Sky совершенно ненавистная игра по мнению пользователей. Редакция по традиции в этой номинации не голосует. Лучшей игровой платформой года наши пользователи признали персональные компьютеры. Ну, это уже такая новогодняя традиция. Даже несмотря на просто катастрофические проблемы с ПК-версиями популярных игр, большинство никогда не променяют корпус с дорогим железом внутри на жалкую пластмассовую консоль, на которой, как известно, графон отсутствует от слова совсем. Ну что ж, такой пользовательский выбор. Мы же в редакции рассудили по-другому. Удобство игр на ПК падает стремительными темпами. Чуть ли не каждый второй крупный релиз заставляет игроков страдать, продвигаясь через баги и отсутствие оптимизации. Именно поэтому мы думали, какая из консолей в этом году была более выгодной. И, как оказалось, это Xbox One. Именно на ней можно было сыграть в самые любопытные эксклюзивы. Да, некоторые из них выходили и на Windows 10. Но, опять же, оптимизация оставляет желать лучшего. А PlayStation 4 в плане уникальных релизов в 2016 году была позади. На этой консоли все самое интересное выйдет только в следующем году. Кого-то могла смутить эта номинация, но для нее действительно настало время. Кто-то добавляет сотни файлов, читов или блогов, выступая своеобразным механизмом распространения информации. Все это полезная деятельность для каждого из нас. Но есть личности, которые не просто занимаются машинальной деятельностью, а вкладывают в нее душу. Одним из таких людей является Warp37. Мало кто был столь продуктивен, как он. Почти все острые темы, скандалы и интриги, а также куча аналитических материалов вышли в его блоге в этом году. Автор, которого действительно интересно читать. Многие могут расценить его материалы как провокацию, но это будет ошибкой. Наличие собственного мнения и умение его донести редкие качества, которые есть у Warp. Пользователем года по версии редакции и пользователей единогласно становится Warp37. Номинация, которую мы безусловно заслужили. Мир, который мы заслужили. Ладно, шутки в сторону. В этом году мы все-таки рискнули выбрать провокатора года. На первый взгляд номинация кажется странной, но если присмотреться внимательно, это очень актуально. Деятельность некоторых людей на сайте сводится к тому, что они поднимают войны в комментариях меткими и точными замечаниями, которые могут перерасти в срач галактических масштабов. По версии пользователей портала самым большим провокатором этого года стал бомбардировщик. Согласны, выбор очевидный. Его активность зашкаливает, заслуженно одним словом. Мы же смотрели глубже в саму суть. Считаем, что деятельность ради деятельности это лишь маска. Настоящий же провокатор постоянен в своем выборе, принципиален и готов отстаивать свою точку зрения всегда и везде до последнего. Именно так и было с ПК-биром, который большую часть года просидел в бане за флейм и провокацией. Редакция однозначно считает, что это наш провокатор года. Вот она! Вот лучшая игра в этом году по версии пользователей сайта Playground.ru Battlefield 1. Честный, масштабный экшен с огромным количеством контента и шикарным мультиплеером, играть в который будут еще долгие годы. Многие, включая даже издателя игры, даже не думали, что ее ждет настолько ошеломительный успех. Но Battlefield 1 неожиданно выстрелила, став дико популярной. Ее оценили и старые фанаты серии, и новые игроки, которые с ней только познакомились. Мультиплеер на века, шикарный и необычный для шутера сеттинг и одиночная компания с необычной композицией. Все это о Battlefield 1. Лучшая игра 2016 года по версии наших Как вы уже могли понять, редакция назвала лучшей в этом году совершенно другую игру. Ту самую, которая получила чуть больше, чем 10 баллов. Да-да, это она, Uncharted 4. Невероятное приключение, которого мы ждали с огромным нетерпением. И оно нас не разочаровало. Игра радует во всем. С какой стороны ни посмотри. Это цельное, законченное произведение, которое подводит итог многолетней серии, обожаемой тысячами игроков по всему миру. Более классный финал придумать было просто невозможно. Uncharted 4 лучшая игра 2016 года по версии редакции Playground.ru На этом все. Впереди у нас долгие 12 месяцев и сотни новых игр. Будем надеяться на то, что они нас не разочаруют. Мы еще раз поздравляем с наступающим или с наступившим новым годом. Смотря где вы живете. Оставайтесь с нами. Нас ждет еще много всякого интересного. На этом мы завершаем 2016 год. Удачи и как всегда до встречи на Playground.ru Итог.ru Итог.ru Продолжение следует...